АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так, Мирось, я хочу проверить, насколько хорошо вот ты умеешь считать. Я-то с калькулятором, а ты давай без. Ну-ка скажи мне, сколько будет? 678 плюс 259. А ну? 937. Так, ну ладно, ладно, ладно. Ладно, вот тот дядя с бородой думает, что это мы с тобой репетировали. Хорошо, дядя с бородой. А ну любое, назовите трехзначное число. Любое, кричите, кричите. 347, да. 347 плюс мой возраст, давай, 43, это почти трехзначное число. 347 плюс 43. А ну? 390. Мирось, скажи мне, пожалуйста, а как ты это делаешь? Как вот научиться так лихо считать в уме? Для этого нужны специальные счеты, которые называются абакус. Сначала нужно научиться считать на них, а потом уже в уме. Абакус, оно похоже на заклинание, как у Гарри Поттера было. Абакус! И все числа в мире сложились. Давай договоримся с тобой. Я постараюсь найти абакус, а ты чему-нибудь хорошему научишь дядя Андрея. Ладно? Ему не помешают такие знания. Беги, Миросечка. Здравствуй, Мирослава. Здравствуйте. Я так завороженно смотрел, когда ты считала только что в уме, и ты при этом как-то так вот делала ручками. Что ты делала? Я представляю счеты в уме и передвигаю косточки. А где ты вообще эти счеты увидела первый раз? В специальной школе, где считают. А в специальной школе как проходит урок? Расскажи. Там так же, как и в обычной? Все сидят за партами? Да. Учительница выставляет пример на экране. Она нам выставляет скорости, и это мы считаем. Я знаю, что твой преподаватель сегодня пришла с тобой. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. И мама. Мама, конечно, у вас хочу в первую очередь спросить, вот этот талант и эта тяга к математике, к числам, когда это проявилось у вашей дочери? Еще до школы. Ей было 6 лет, мы начали заниматься. Как в побуте помогает вам оцей талант вашей дочки? Она очень быстро и легко рассчитывает свои кишечевые деньги. Так. Она знает, сколько у меня денег перед тем, как мы заходим в магазин. И поэтому уже ориентируется, что можно попросить у мамы, что... То есть, перед тем, как ты за покупкой, мы ей показываем свой гаманец. Так. И прошу тебя, донечка, давай будем дотримоваться нашего семейного бюджета. Приблизно так, да. Наталья, попрошу вас, расскажите, пожалуйста, что это за волшебные такие воображаемые счеты, на которых так успешно считает Мирослава? Есть специальные счеты, они называются Абакус. Детки сначала учатся считать на этих специальных счетах, а потом мы переносим их на воображение. То есть, мы закрываем глазки и представляем. Благодаря этому мы развиваем воображение, и детки потом легче рисуют, они быстрее читают, быстрее учат стихи, у них лучше изучаются разные языки. Послушайте, ну это же как бы старая школа, вот это те счеты, которые раньше в магазинах продавались? Нет, это абсолютно другие счеты. Это японские счеты, абсолютно другие, да. Вы таких еще не видели. Мой коллега Андрей Даманский, он там со своим калькулятором, никак не может разобраться с цифрами. Я думаю, ты ему поможешь. Да. Ну что ж, встречание, сейчас он появится. Мирося. Узнаешь? Беги ко мне. Правильно. По самой короткой дороге Мирося сюда идет. Тебе же знаком этот предмет странный? Это для меня он странный. Я сначала подумал, что это какой-то массажер. А мне сказали, что это тот самый абакус. Он всегда такой большой? Бывают еще маленький. А я еще слышал, слышал, что у тебя есть карманные деньги. Ну иногда в школу дают 10-5 гривен. У нас этого количества денег хватит для того, чтобы купить, ну скажем, 268 конфет. Да? Вот представь, что у нас есть 268 конфет. Подожди, подожди. Потому что у меня воображение не настолько развито, как у тебя. Ты можешь вот на абакусе показать, как считать? А мы поглядим вот с Андреем, с дядей Андреем, другим. 268 конфет. Как обозначить? 268. Так. Ну и по-прежнему ничего не понятно. Ну ладно. У нас сейчас будет задачка не очень приятная. И вот представь себе, что пришел твой братец, братишка Платон, и забрал у тебя 32 конфеты. Забрал 32 конфеты. Платон говорит, надо друзьям пораздавать. Отлично. Дальше. Ты пошла в школу. Увидела в школе свою лучшую подругу. Как ее зовут, кстати? Арина. Арина. Вот пришла такая Арина, говорит, Миросенька, добрая моя подружечка. Дай мне, пожалуйста, 69 конфет. И ты отдала Арине 69 конфет. И сколько осталось конфет у тебя? 167. 17. Ну ведь правильно же, ну. Ну что же это за чудесные такие волшебные счеты под названием Абакус. Ладно, идем со мной. Я знаю, что ты не только конфеты любишь. Цветы. Цветы любишь? Какие у тебя любимые цветы? Какие тебе мальчишки дарят цветы чаще всего? Или не дарят пока еще? Пока еще не дарят. Ну если бы был какой-то замечательный мальчик, кстати, есть какой-то замечательный мальчик, который тебе нравится? Как его зовут? Шепотом. Давай, чтобы он услышал. Шепот. Вот если бы этот самый Кирилл тебе дарил букет, какие бы там были цветы? Дуванчики-тюльпаны. Дуванчики-тюльпаны. О, отлично. Ну вот, представим давай себе, Мирось, что Кирилл... Ой, господи, я вслух это сказал, имя. Ну ладно, вот этот самый мальчик подарил тебе здоровенный букет. И вот ты идешь такая-такая-такая счастливая, поешь свою любимую песенку или рассказываешь свое любимое стихотворение. И эти цветочки то собираешь, то раздаешь. А сейчас будут на экране появляться числа. Ты будешь рассказывать стишок или напевать свою любимую песенку. За определенный период времени ты должна будешь, не прекращая рассказывая этот стишок, посчитать, складывая или вычитая все числа, которые будут появляться на экране. А потом я спрошу, сколько же цветов в этом букете осталось. Хорошо? Попробуем? Попробуем. Внимательно смотри на экран. Все весня не квиты, все, что есть на свете, у букет с БРУ. Там маме принесу шишку поцелую нижнюю обе ему и скажу, кохане, я тебя люблю. Одиннадцать. У тебя получилось одиннадцать. И это... Правильный ответ! Мирося, ты просто, ну, какая-то феноменальная девочка. Так быстро появлялись числа. Ведь их нужно было не только складывать, а вычитать. А расставаться-то всегда сложнее, чем добавлять. Умница. Идем со мной на сцену. Люди, дорогие мои. Если вы можете делать так же, не хлопайте, а не умеете, так громче кричите и поздравляйте нашу чудо-девочку Миросю. Мирослава, знаешь, мы все завороженно смотрели и следили за тем, как ты считала эти ненастоящие цветы. Я в этот момент сбегал вот здесь на лужайку и собрал для тебя вот этот вот замечательный букет, который я хочу тебе подарить. Ты замечательная. Но у нас есть для тебя еще один подарок. Медаль в студию. Медаль круче всех для Мирославы Щервины. Круче всех для Мирославы Щервины. Круче всех для Мирославы Щервины.